Я вам уже рассказывал о такой программе, или я бы даже сказал плагине, потому что у него нет самостоятельного кода, название которому SweetFX. В том ролике я полностью разобрал механику работы плагина и можно ли за него получить бан. Вывод из того ролика такой, что по факту вас банить не за что, потому что новых библиотек вы не добавляете, а всего лишь делаете некую цветокоррекцию. Но вот использовать нужно это все исключительно на свой страх и риск. Привет друзья! С недавних пор, а именно после последнего обновления в Battlefield 1, перестал работать мой и не только пресет SweetFX для этой игры. Связано это с переходом на Daryat X12, с его схитой обратной совместимостью с Daryat X10, в общем с обновлением графических библиотек, которые еще не обновили в SweetFX 2.0 и неизвестно обновлят ли вообще. В один прекрасный день или даже вечер, в зависимости от часового пояса, их решение превратилось в тыкву, а играть в замыленные стандартные картинки уже никто не хочет и думает даже и не захочет. Поэтому в личку и в комментариях на канале посыпались вопросы о том, есть ли на сегодняшний день рабочий вариант SweetFX. Скажу так, я протестировал много вариантов на сегодняшний день рабочего пресета для SweetFX для Battlefield 1 нет. Но не стоит расстраиваться, ведь у меня как обычно для вас есть кое-что интереснее старого. Программа решейта, о которой я говорил в старом ролике о SweetFX, но лишь с той оговоркой, что эта программа может поменять до неузнаваемости вашу картинку на экране, по причине того, что это программа, а не инжектор. Это полноценная программа, которая добавляет новые шейдерные библиотеки, которых в игре может и не быть и добавлять эффекты, которые игра может по умолчанию и не поддерживать. Здесь я распыляться особо не буду, так как много сказал в прошлом видео. Кому интересно, посмотрите. Вывод один. Использование этой программы также не возбраняется разработчиками, но все же, если вы получите бан, то он уже будет небезосновательный. Ведь игре можно отключать и менять те вещи, которые напрямую влияют на геймплей. Например, это туман в Battlefield 1, который становится более прозрачным и более реалистичным. Вы это увидите на кусках геймплея. Программа работает абсолютно с любой игрой, даже со старой. Причем в нее она добавляет все новомодные эффекты, такие как блюм, более глубокий бэмп, эмбиент окклюжен. Это видно на примере старого дёрта, где этих эффектов нет и даже и не было. Единственным минусом этой программы, да и любого, в принципе, инжектора, будь то светофикс и прочее ему подобное, это отсутствие полноэкранного антиолизинга. Он будет недоступен после установки любой из этих программ. Как установить и где скачать? Здесь все просто. Программа абсолютно бесплатная, не требует много опыта для ее установки. Я не стал прикреплять версию к этому видео, потому что вы неизвестно, когда посмотрите это видео год спустя или два, и поэтому версия может быть не актуальна. Ищем Reshade в Google. Соответственно, первая ссылка это на сайт основной, Reshade.me. Это официальный сайт этой программы. Скачиваем эту программу. Далее, после того, как скачали, запускаем exe-файл и указываем путь к исполняемому файлу игры, который вы хотите пропатчить. Выбираем DirectX, либо OpenGL, смотря на чем построена ваша игра. Узнать информацию можете эту на сайте, с которого скачали программу в разделе совместимости. Если вам лень это делать, то можете всегда, в более или менее новых играх, всегда ставить DirectX 10+, у старых DirectX 9. Если вдруг не угадали, ничего страшного. После запуска, если решать не работает, просто меняем на другой тип DirectX. Версия OpenGL так редка, что вы вряд ли не на ее попадете. Насколько я помню, единственная игра, которая полностью построена на OpenGL, это игра Rage. Эта игра шла исключительно на этом движке без участия DirectX, в остальных других случаях вы по-любому угадаете тот или иной DirectX. После того, как вы решили все-таки, какой же у игры графический движок, выпираем его, нажимаем кнопку скачать. Приложение автоматически с сервера скачает все необходимые библиотеки исключительно для этой игры, и все можно пользоваться. Тут и да, и нет. Если хотите, то можете запускать игру и делать пресет самостоятельно. Нажав комбинацию Shift-F2, у вас откроется окно редактора, и вы можете создать пресет исключительно тот, который вы хотите. Но так как вы смотрите это видео, скорее всего, вы на это не способны. Не потому что вы глупы, а просто потому что вы ничего не знаете, не хотите мудрить и хотите что-то готовое. Как сделать или как установить готовый пресет? Заходим все на тот же сайт решить.ми. Заходим в раздел пресет и выбираем нужную вам игру. В данном случае я говорю о Battlefield 1. Смотрим то, что вам по душе. Главное смотрите на версию программы, с которой совместим пресет. Здесь у нас может быть свитэфикс разных версий и программы решить. Нас интересует пресет только от программы решить, потому что от свитэфикса работать не будет. Обычно это просто блокнотовский файл, но бывает так, что он еще имеет несколько дополнительных библиотек, если они отсутствуют в программе по умолчанию. Все содержимое архива закидываем в папку с игрой, в которую хотим, соответственно, мы установить наш патч. Далее открываем файл блокнота DXGI, который находится тут же в корне игры, куда установили мы решить. И в этом блокноте, во строке пресет, нужно прописать путь к скачанному нами пресету. То есть он примерно должен выглядеть так. Как вы видите сейчас на экране, у меня это D, Program Files, X86, Origin Games, Battlefield 1 и название пресета. Это realism.ini или realism.ticset, ну как хотите, у вас может быть называться это все по-разному. В общем, нужно в этот файлик прописать путь к пресету вручную. Но если ваш мозг не закипел, то запускаем игру, нажимаем Shift F2 и далее выбираем нужный вам пресет и радуемся. Все, на этом установка для одной игры решить закончена. Я не был бы собой, если бы не знал, что вы зададите вопрос, а если у меня много игр, то это постоянно повторять эту тягомотную процедуру, это же долго. Тут я о вас позаботился. Я сделал два пресета, которые подходят абсолютно ко всем играм, немного упрощают вам установку. Для каждой игры по-прежнему нужно скачивать библиотеки через программу Reshade.exe. Вы выбираете постоянный исполняемый файл, программа скачивает необходимые библиотеки, а вот пресеты вам уже не нужно кидать каждый раз в папку с игрой. Вы можете создать на диске C папку пресет, распаковать туда содержимое архива, которое я прикреплю под этом видео. Там будет два пресета, это реализм и кинематографичный. Также в архиве будет тоже содержаться готовый DXGI с прописанными путями, которые вы просто можете заменять в игре, которую хотите пропатчить. То есть этот блокнот уже содержит путь в диску C, где будет лежать два готовых пресета. Если вы хотите добавить свои, просто их кидаете в эту папку пресет и прописываете в этот блокнот. Потом этот блокнот обновляете во всех играх, где у вас установлен Reshape. Это немного упрощает задачу, потому что вам не нужно прописывать каждый раз длинные пути, а если они у вас еще отличаются, то это постоянно геморрой и танцы с бубнами. Вам достаточно просто скачать через программу Reshape все необходимые библиотеки и закинуть один всего лишь файлик в папку с игрой. И все. Потом вы можете играть и выбирать также через комбинацию Shift F2 доступные для вас пресеты. Почему я не советовал бы делать это с пресетами для конкретной игры? Да потому что те пресеты, которые хороши, например, для Battlefield, абсолютно не подходят для Dirt. Когда вы их включаете, то у вас какое-то нейрористичное солнце и картинка абсолютно неиграбельна. И наоборот. Те пресеты, которые подходят для Dirt, абсолютно не подходят для Battlefield. Лучше, конечно, скачивать пресеты индивидуально для каждой игры. Но все-таки есть вот эти два пресета, с которыми я проиграл почти две недели, протестировал на большом количестве игр. И они являются, на мой взгляд, более или менее универсальными. Что же касается бана за использование программы Reshape. И тут я уже сказал, что некоторые разработчики не возбраняют использование данной софтины. Но все же вы используете ее исключительно на свой страх и риск, потому что вы нарушаете пользовательское соглашение, которое вы принимаете при покупке каждой игры. Что же касается меня. Я использовал данную программу на протяжении двух недель с такими играми, как Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield Bad Company 2 и даже Battlefield 3, в котором банили за использование обычного SweetFX. Бана, я за использование Reshape не словил. Я использовал Reshape в таких сетевых шутерах, как Titanfall, Counter-Strike и никаких проблем у меня с этим не было. Ну а про сингловые игры я вообще молчу. Там можно использовать эту программу абсолютно на всю катушку. Что же касается преимуществ, которые дает эта игра. Да, естественно, она дает некоторые преимущества над игроками, которые не имеют этой софтины. Здесь это очевидно, в отличие от неочевидности при использовании SweetFX. Расскажу на примере Battlefield 1, так как вы, скорее всего, зашли исключительно для того, чтобы узнать, как это работает именно в этой игре. В Battlefield 1 у нас становится более четкая картинка. У нас добавляются новые шейдеры, которые добавляют блеска. Ну, это исключительно эстетическая сторона. У нас стал более четким туман. Он стал более прозрачным и не таким густым и не таким просто вырвиглазным. Это заметно, особенно в Аргонском лесу или когда туман начинается в качестве революшена на какой-то из карт. Снайперские блики, блики их прицелов непосредственно стали более яркими. Вы теперь снайперы можете определить на гораздо более дальней дистанции и в гораздо таких каких-то труднодоступных местах, где до этого, возможно, снайпера бы вы не разглядели. Прицел просто зияет через всякие кусты и также виден он непосредственно в пустыне. Что же касается FPS и общей производительности. Если с использованием SweetFX 2.0 у меня было падение примерно на 5-7%, то с использованием программы Reshade у меня прирост примерно на те же 5-7%, что я объяснить, конечно же, не могу. Возможно, это связано с тем, что Reshade устанавливает более старые библиотеки шейдеров, не такие навороченные, которые по умолчанию установлены в Battlefield 1. Скажу сразу, разницы я и вообще никак не заметил, по мне так картинка стала еще лучше. Возможно, этот SweetFX, именно этот пресет, отключает некоторые шейдеры, которые я в принципе не замечал на Full HD мониторе, может быть на каком-нибудь 4K разрешении это видно. Ну, в общем, суть остается фактом. С использованием Reshade у меня показатель FPS вырос, в отличие от использования обычного SweetFX 2.0. Ну, а на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему лайки, ведь вы просили это видео достаточно долго. Если хотите, можете поддержать проект. Ссылка на донат находится в описании. Увидимся с вами в новых видео, стримах, группе ВКонтакте. Всего вам хорошего и удачи вам на поле боя. И исключительно не банов за использование этой программы. До скорой встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok